Здравствуйте! В эфире программа «За правду». И сегодня мы поговорим о том, почему в следующем году семейный бюджет Амичей значительно уменьшится. Уже известно, что повысит тарифы ЖКХ, стоимость топлива, цены на продукты. Но самое печальное – увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Сказать спасибо Амичей могут чиновникам администрации города, которые это предложили, и депутатам от «Единой России», которые это поддержали. А ведь, казалось бы, народные избранники должны отстаивать интересы Амичей, но уже в который раз делают им только хуже. Вот и получается, в преддверии года свиньи депутаты-единороссы и чиновники подложили Амичам эту самую свинью. На заседании городского совета против повышения стоимости проезда были только коммунисты. Они не только не поддержали это предложение, но и провели акцию протеста прямо на глазах у коллег. Более того, коммунисты предложили и вовсе снизить стоимость проезда, а также варианты пополнения городского бюджета. Предложение снизить стоимость проезда в общественном транспорте, увеличить тем самым бюджет за счет валовых доходов. И сократить количество чиновников в два раза. У нас чиновников стало в два раза больше, чем в советское время. Сдать помещение КТОСов в 8-м аренду, тоже пополнить тем самым бюджет города Омска. И отойти от пороченной практики, занимая последние места в стране по бюджетному плану. Однако депутаты от других партий увидели в этом лишь бесконструктивные лозунги. Но как бы там ни было, чиновникам и единороссам на ум ничего лучше не пришло, кроме как спасать муниципальный транспорт за счет омичей. Это ведь проще всего. А потому с 1 января омичи за проезд будут платить больше. Причем сразу на 8 рублей. И теперь билетик в муниципальном транспорте обойдется в 30 рублей. Правда, для тех, кто пользуется транспортной картой, увеличение составит всего 3 рубля. В любом случае, это колоссальный удар по карманам омичей. Моего бюджета может не хватить на проезд и придется ходить на работу пешком. Если бы они о нас думали, а мы живем от пенсии до пенсии, поэтому нам нелегко. Очень плохо. В городе и так очень низкие зарплаты, пенсии. И продукты очень подорожали. Одна курица только с 1 октября подорожала почти на 20%. Никто об этом ничего не сказал. Кстати, такое решение депутатов дает преимущество частникам, которые и так перевозят две трети пассажиров Омска. Теперь они могут смело повышать стоимость проезда и не бояться, что пассажиры от них отвернутся. Более того, скорее всего, нагрузка у них вырастет. Я считаю, это вообще удар по нашему гражданину, по нашему человеку города Омска. Я не знаю, не все смогут 30 рублей, потому что выживаем. Многие деньги уходят на ЖКХ на те же лекарства. А теперь сравним стоимость проезда в Омске с другими сибирскими городами. В Новосибирске с 1 декабря тоже увеличили тариф. Однако там проезд вырос до 22 рублей, а в трамваях и троллейбусах до 21 рубля. Я напомню, что там мэр – коммунист. В Абакане сейчас проезд стоит 16 рублей. В Барнауле с 1 января увеличится до 23 рублей. В Красноярске – 22 рубля. В Кемерове – 16 рублей. В Томске – 18 рублей в маршрутках. И 16 рублей в трамваях и троллейбусах. Больших автобусов в городе нет. В Иркутске с 1 декабря увеличился проезд до 25 рублей. Вот и получается, в Омске и среди сибирских городов проезд будет самым дорогим. При этом бюджет останется одним из самых маленьких. Если бы избиратели, наши жители города Омска избирали бы от партии КПРФ больше депутатов, или вот сейчас требовали бы от своих народных избранников, чтобы те голосовали против, то, возможно, мы бы отстояли прежнюю стоимость проезда. Ну а мечам нужно винить только самих себя. Это они голосовали за Единую Россию, это они выбирали тех депутатов, которые о них моментально забыли и теперь вспомнят только накануне следующих выборов. Это они не требуют от своих избранников справедливости. Поэтому такой результат. Может, наконец, пошло время задуматься. На сегодня это все. До свидания. Продолжение следует...